Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала! С вами Элеонора, гид в Праге. В этом видео я хочу вам показать свои находки с барахолки в местечке Ржетгошт. И еще одну покупку, которую я сделала в секонд-хенде. И начнем мы с вами, пожалуй, с чешской тарелочки. Посмотрите, какая красота! Мейсонский букет. Это не роспись, это деколь. Но все равно очень красивая тарелка. У меня уже есть несколько подобных. Я не могу сказать, что я прям такой фанат их коллекционирую. Но когда я вижу мейсонский букет, я пройти мимо равнодушно не могу. Мне сначала показалось, что эта тарелка разбита. Что это трещина заклеенная. Но потом я присмотрелась, и это просто потек клея от этого подвеса. Я, конечно, вот это все уберу. Я пока еще не знаю, как. Но мне все это не нравится. Я могу эту тарелку потом, конечно, и хотеть подвесить. Но на более каком-то удачном креплении. Потом я, кстати, покажу, какие крепления мне нравятся. Это чешская тарелка. Чехословакия. Завод находится в Карловарском крае, в местечке Старороле. Инициалы М и Зет означают, что это фарфоровая фабрика Морец с Декауэр. Известная уже с 18-го столетия. И по сей день она существует, выпускает разную продукцию. А вот эта тарелка, а эта тарелка уже винтажная. Ну, наверное, приблизительно какие-то там 50-е, 60-е года. Ну, очень красивый рисунок. Полюбуйтесь, какая красота. Немножечко другой вот этот салатовый цвет. И он невероятно подходит мне на кухню. И следующая тарелка с таким замечательным рисунком. Посмотрите, какая великолепная работа. Этой тарелке уже однозначно около 100 лет, потому что этот рисунок характерен для эпохи модерна. Здесь есть потертость. И эта тарелочка имеет скол. Но все равно я ее купила, потому что мне очень понравился рисунок. Тарелка где-то висела на таком вот импровизированном, самостоятельно сделанном креплении. Ну, и можно разглядеть, что это КПМ. Это знаменитая берлинская фарфоровая фабрика. Ну, такая небольшая чашка. Это не потому, что я фанат и собираю такие чашки. Хотя это предмет коллекционирования. Многие собирают такой миниатюрный предмет из розового фарфора. Бывают и вазочки, бывают и фигурки, бывают и какие-то шкатулки. Я думаю, что это не роспись. Это деколь. Сделанная чашка была в Чехословакии или Чехии. Так, что тут написано? Ну, просто это какая-то сувенирная чашечка. У меня уже несколько таких чашек есть. И не потому, что я собираю чашки, а потому, что я собираю кукол. И мечтаю, что у меня когда-то будет отдельный шкаф, где я выставлю своих кукол. И они будут при таких вот чашечках. Чашка старенькая, уже с кракелюром. Стоила эта чашка 20 чешских крон или 80 рублей. Что касается остальных предметов, я не сказала. То вот эта тарелка стоила 50 крон. А вот эта тарелка тоже стоила 50 крон. И следующий предмет, следующая находка. Это вот такая замечательная чашка с блюдцем. С очень красивым глубоким синим цветом. Эта чашка выпущена фабрикой Велерои Бог. Написано Сагитариус на латыни. Это означает мой знак Зодиака, Стрелец. Собственно, поэтому я эту чашку и купила. Буду себе позволять иногда выпить из нее утренний кофе. Стоила эта чашка, я сейчас боюсь наврать, около 200 крон. И еще две тарелки я купила в секонд-хенде, куда привозят вещи из Англии. И вот первая тарелочка с замечательным рисунком чертополоха. Причем мне кажется, что это уже не деколь, а это роспись ручная. Тарелка эта винтажная. Чертополох является символом Шотландии. У нее нет... Вот стоит цена 50 крон или 200 рублей. У нее нет никаких опознавательных знаков, никакого клейма. Зато у нее есть замечательное такое крепление. То есть, ее можно повесить на стену. Мне чертополох очень нравится. Я с удовольствием повешу эту тарелку на стену, буду любоваться. А вообще, чертополох считается сорняком, но его ближайший родственник, Расторопша, это очень полезное для здоровья растение, особенно для восстановления печени. И еще одна тарелочка, но уже с другим рисунком. Здесь изображены милые олени. В Чехии их очень часто можно встретить пасущимися вдоль дорог, на полях. Она тоже имеет свое крепление. Ее очень удобно разместить на стене. Стоила она тоже 50 крон. Вот такие у меня находки на этот раз. Жду ваши комментарии. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, если вам было интересно. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Всем пока. Всего наилучшего.